Всем привет! Меня зовут Софья и я с большой радостью вас приветствую на своем канале АУКАРА. Добро пожаловать! Здесь мы будем с вами говорить о вышивке и любом другом рукоделии. Дорогие друзья, привет! Меня зовут Софья и я вас приветствую на канале АУКАРА, посвященном всякому моему рукоделию. Сейчас я вам решила записать одно видео, посвященное итогам моего года, моим текущим процессам и планам на следующий год. Я могла, конечно, размазать всем по древу и сделать три видео из этого и собрать на каждом свое огромное количество лайков и комментариев, но я думаю, что я будет честнее, если запишу одно, потому что... Ну, вы сами поймете, почему. Поэтому я буду рада лайкам и комментариям к этому видео, потому что, конечно, я постараюсь ставить бэкстейдж. Я нанесла непоправимый урон порядку в моем доме, разобрала украшенную новогоднюю елку, чтобы показать это видео. Поэтому, если вам захочется мне что-то пожелать, пожалуйста, напишите. Также я хочу вас пригласить. В январе следите за обновлениями на канале. Будет проведен прямой эфир с розыгрышами Аукара Лэмп, Омоник. Будут розыгрыши произведены прямо среди участников чата, то есть вы сможете поучаствовать и тоже получить небольшие подарки, даже если вы не состоите в СП. Также будут раздаваться новогодние эльфы. Это всем желающим я придумаю волшебно-сказочное существо, которое будет помогать ему в течение следующего года. Эльфы мы... Это традиция давняя. Я должна была посмотреть, но забыла. Уже около 10 лет мы их раздаем по всему миру со своими помощниками. Так что присоединяйтесь в этом году. Вы можете прям натурально себе получить волшебное существо, которое будет с вами вместе, значит, рукоделем заниматься и следить за вами. Да. Теперь давайте я вам расскажу, как прошел мой 20-й год с точки зрения творчества и создания чего-то в этом мире. Самым большим моим достижением было то, что я создала человека. Я родила сына. Его зовут Михаил. Он прекрасно себя чувствует и ведет себя замечательно. Играет стульями. Ему сейчас чуть больше 8 месяцев. Ну, 9 месяцев, можно считать. Он крупный очень мальчик. Весит 12 килограмм. Я знаю, что вы сейчас напишите, что ваши двухлетние дети весят 12 килограмм. Я понимаю, да. Вот. И он... Ну, вот вчера он так вот стул шатал. Ну, в общем, я понимаю, что моя старшая дочь Эмилия по сравнению с ним просто тихий котенок была. Надеюсь, вы его сейчас не слышите. Он вам не мешает. Но если вы слушаете детское скрипение тележки, то это не ваш ребенок, это не ваша проблема. Вы можете сидеть и вышивать. Так вот, значит, я создала Михаила. Это замечательный проект творческий был. Также я умудрилась не завалить СП. Целый год мы с девчонками вышивали мандалы. Я с большим нетерпением жду новогоднего вот этого отчета в начале января. Потому что там просто праздник, там столько вышитых мандал. Я так счастлива, потому что, ну, примерно... Конечно, есть люди, которые, как я, шили бы мандалы в любом случае, невзирая ни на что. Keep coming, cross-stitch. Но очень большое количество участников свои мандалы не вышили бы, если бы не было СП. Они бы у них продолжали лежать в наборах, и ничего бы не произошло. Более того, я тут общалась с Синдией и Мануэлой Вебер. Синди – это продавец наборов по сборке, шателайн официальный. И Мануэлла Вебер – это дочка... Ой, Элла Вебер – это дочка Мартины Вебер. Обе они сказали, что в этом году был всплеск продаж. Это значит, что наш СП работает. Участники, которые ждут ваш... Если вы ждете вашу посылочку, то я жду вас. Я про вас знаю. Новогодние олени ее несут. Глориана красится. Мы с вами скоро соединимся, потому что СП мы продлеваем. Я уже об этом объявляла, но это видео посмотрит, видимо, много людей. Поэтому вот. Итогом этого года было начало этого СП, который принес мне не только вышитые работы. Две шателайн работы вышиты мной в рамках этого СП. Это Вена, которую вы видите. Это работа, законченная в 22-м году. И вторая – это Смолхамам Оазис. Вот такая. Значит, две эти работы у меня закончены. Также в этом году я делаю раз в сезон творческие проекты с ребенком. Теперь в 22-м году буду делать их с детьми. Ну, в общем, все время мы будем что-то вместе делать. Шить какие-то игрушки, делать какие-то там детские рюкзачки и так далее. Я взяла для себя такое же правило, как и везде. Я делаю то, что интересно мне. То есть я не буду делать поделку из шишек и прочего лесного материала. Вот. А я возьму хорошие нитки, хорошую основу и разошью красивыми пуговицами детский рюкзачок. Или куплю фетровый набор такой детский. И мы его вместе с Эмилией соберем. Вот. Такие я буду делать штуки. Например, сейчас мы делали новогодний адвент. Мы каждый день что-то делали. Там наряжали елку, оформляли игрушки всей семьей. Вот эти, например. Там Рома вырезал фетр. Вот ему заняться-то нечем. Вот в этом всем. Он, значит, мне фетр к игрушкам вырезал. Но мы решили, что это как часть, знаете, семейного времяпрепровождения. Ну, теперь давайте, собственно, о вышивках. Я не считала общее количество работ. Мы их с вами посчитаем вместе. Я долго думала, как мы будем все это считать. А потом решила, что я сейчас буду просто озвучивать. И мы с вами посчитаем общее количество работ на скидку. А потом, когда я буду монтировать, я поставлю, во-первых, посчитаю крестики, циферки подпишу. А во-вторых, я общий тотал сделаю какой-то. Ой, мне для этого нужна сага. Подождите. Так, ну и еще. Я при подготовке этого видео поняла, что я очень много предусмотрела. И огромная молодец. Но на следующий год я уже продумываю планер, как я буду вести по-другому дневник рукоделия. Как-то у меня не было никогда вообще потребности вести хронологически. Что, когда я вышла, связала там всякие вот эти шарфы, всякий мой картонаж, петчворк. Вообще ничего я никогда нигде не записывала. Петчворк. Я никогда не делала петчворк. Я только мечтаю об этом. Хм. Ну, интересно. Ладно. Вот. Но в этом году я поняла, что мне было бы гораздо удобнее, если бы у меня все-таки была такая статистика. И я ее могла опубликовать. Итак, начинаем. Начинаем. Значит, справа вы видите мандала Вена. По саге в ней округлим 105 тысяч штежков. Могу себе позволить округлять остатки. Буду как Жень Золотарев. 105 тысяч по саге. Вышита она практически вся в течение 22 года. Дизайн мне очень понравился. Он у меня на большую мечту вышит. Просто на хрустальную мечту, как вот эти вот люстры. Но обычно у меня пока еще все сбывалось, что я загадывала на мандалы. Просто ждать надо. Ну, конечно, не только ждать, но что-то прикладывать для этого. Также я вышила Small Hammam Oasis. В нем 37 тысяч штежков. И это очень красивая и маленькая работа. Если вы хотите попробовать дизайн Мартины Вебер, возможно, вы хотите попробовать его. А хотите, я вам буду изнанки показывать? Хотите? Давайте. Пожалуйста. Дизайн Мартины Вебер. Сейчас я посмотрю, что тут. Да, конечно же, не вышиваются ни с какой идеальной изнанкой. Если его вышивать с идеальной изнанкой, у вас пострадает лицо. Это касается любой художественной современной вышивки. Например, если вы вышиваете Dimensions, даже не думайте пытаться там делать идеальную изнанку. Здоровая изнанка Мартины Вебер выглядит вот так. 7,5 тысяч штежков. Это король чертополоха Цавиного леса. Получила огромное удовольствие. Не идеальную изнанку тоже сейчас покажу. Пожалуйста. Пожалуйста. Будьте как я. Давайте без фанатизма. Вот самая совершенно обычная изнанка, как у всех. Да, и еще давайте обсудим важный момент, раз уж разошла речь про изнанки. Мне под одним из дизайнов, под Castle Garden, написали, что протяжки видны. Я всегда вышиваю с протяжками. Например, вот эта вся работа вышита с протяжками. А потом я просто трачу час, переворачиваю работу, разрезаю протяжки и закрепляю их. И все. Так мне удобнее. Я во время вышивки не отвлекаюсь. А эта часть, вот именно окончание процесса, она наступает. Все. Больших работ в этом году я больше не вышила. Зато я отдалась полностью маленьким работам. Например, вышла вот такой. Сейчас посмотрим, маленький ли он вообще-то. Ну вот, пожалуйста, 5300. Вот такой маленький, Милхилл. Но по факту он получается такой же примерно, как Чертополох, Король Чертополох. То есть разница в 2000 крестиков. Это несущественно. Также я вышла на набор Dimension 72 089 83. В него входят три таких игрушки. Лама. Так. В него входят три таких игрушки. Общую стоимость я им повесила, ну, пускай будет 2000 с оформлением. Так сочтем. Это мое первое самостоятельное оформление. Оно было не без косяков. Ну, вырезать вот эту ламу с деревянной заготовкой, то еще приключение, если честно. Также я попробовала битери в этом году. Мне очень понравился результат. Хотя я, конечно, понимаю, что мне нужно здесь поизучать технику. И мне есть что самой сделать, да, с другими материалами. Хотя, с другой стороны, то, что здесь пластик используется, это неплохо. Он достаточно качественный и красиво сверкает в огоньках. А игрушка не получается таким весом, что она, знаете, ветку вниз будет оттягивать. То есть эти две игрушки достаточно увесистые. Ну, их я оценю. Там был комплект из четырех игрушек. Ну, пусть тысяча крестиков. Там, конечно, ты больше боишься... Там, конечно, ты больше боишься, чем делаешь. Фонариков Милл Хилл у меня шесть. Я снимаю видео по сборке, потому что я это делаю совсем по-другому, чем большинство видео, которые я видела. Мне кажется, я делаю проще. Вот у меня шесть фонариков. Я еще обязательно сделаю самоподбором несколько. Мне понравились изделия такие. Каждый я оценю в две тысячи. Если вы думаете делать такие или нет, делайте. Они очень декоративно выглядят в елке. Это, правда, выглядит дорого. Также я попробовала филигрис. Я выбрала очень яркий дизайн. В ассортименте Аукара Шок есть гораздо более выдержанные. Я попробую их. Потому что сама по себе игрушка выглядит хорошо. Но как-то она ни к чему не подходит. Я вообще задумалась. Она мне изначально понравилась за цветовую гамму в пакетике. Но я недовольна этой игрушкой на 10 из 10. Я скажу так. Фетр у меня очень немногочисленный. Сначала я вышила вот этого ангелочка. Это был мой первый фетровый проект. Я с ним справилась с разной степенью успешности. Но, по крайней мере, я его закончила. И почувствовала себя уже более-менее спокойно. Это уже мой второй, получается, вторая игрушка от Буцилы. Этот набор у меня в процессах сейчас. Ангелочек пусть будет 5000 крестиков. Я понимаю, что здесь мало шить кажется со стороны. Но для меня нет. А этот я оценю в 2000 крестиков. Вот это я оценю в 0 крестиков. Потому что удовольствие, которое я получила при создании комплекта из вот этих шести игрушек, оно просто невероятное. Эти игрушки просто прелесть. Вышиваются очень быстро. Декоративные красивые заготовки. В комплекте их 6 штучек. Такая лошадка, смотрите. Дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг. С попой. Такой попой. Я про них много рассказывала. Аки прямо замечательные. Так. Милхил. Милхил раз. Золотая снежиночка. Милхил два. Саночки такие. Милхил три. Вот это просто одна из самых красивых снежинок, на мой взгляд. Да, подождите. Милхилы саночки пусть будут по 2000, потому что там сага считает пришитие бисера полукрестом, а на самом деле здесь весь мелкокрест на этот аппетит шьется крестиками. Еще плюс ты бусинку поднимаешь. Ну, короче, здесь 2000 полновесные. Теперь мои текущие процессы. У меня их развелось просто немерено, но я буду честной и покажу вам все. Во-первых, на пластике проект это Дименшис. Вот такой ангелочек будет. У меня уже вышит елочка из этой серии. Там несколько тоже игрушек. И они тоже немаленькие. Тут тысячи по две. Также у меня будет вышивка Мандал. В частности, сейчас я вышиваю Кастл Гадн. Сейчас я принесу его прямо на станке. Ну, по моему представлению, он должен попасть в кадр. Если он не попал в кадр, то я просто картинку вставлю. И еще у меня есть из начатых уже. Это вот фетровый набор от Бациллы. 893.01Е. Из него я уже вышила вот эту игрушку, только что показывала. Ну, в общем, творческий процесс для меня неоднозначный. Но он мне нравится, я учусь. Вот. Здесь, конечно, больше страхов для меня, чем дело. Все. Это все мои действующие процессы. На следующий год планы. Значит, я собираюсь продолжить вышивать Мандалы, вести СП. Будет второй сезон. Основной, вообще, мой критерий творческий следующего года, 22-го, будет, как и в этом году, нет плана. Только вот какие-то примерные направления и действовать по вдохновению. В 21-м году у меня была задача не дня без вышивки. То есть я каждый день должна была заниматься рукоделием. Я потом немножко модифицировала. Потому что, ну, есть другие проекты, которыми я хочу заняться. А время для рукоделием не одно. Лучше я погружусь в создание там фотоальбома детского, да, про Эмилию и Мишу. Спокойно на вечер сяду. Чем я буду 15 минут вышивать, а потом вот сколько останется времени этим альбомом заниматься. Ну, вот. Я в этом году сделаю такую корректировку, да. То есть я каждый день должна что-нибудь творческое сделать. Но это совершенно не обязательно должно быть каким-то огромным. Именно вышивкой. Другие проекты тоже. Помимо мандал и ЭСП, я буду, поскольку сейчас ждать материалы от Тинди достаточно долго. У меня заказ сделан в августе. А сейчас еще не все апрельские заказы разосланы с прошлого года. Поэтому я придамся истреблению своих запасов. У меня их гораздо больше, чем стоит. Я вот это время ожидания материалов для мандалы планирую использовать. Буду продолжать вышивать елочные игрушки. Мне кажется, что это очень красиво. Я постараюсь вставить видео украшенной елочке в этом году. ДАРium ДАРУТ ТАРУТ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И мне кажется, что это хорошая семейная традиция Покупать живую елку Сколько я елок наряжу с детьми? Наверное, 15 в своей жизни Я вот так прикинула В 16 лет я уже порывалась Отдел от родителей Новый год встречать Если все будет хорошо Где-то так, если я прикидываю Только 15 раз у меня есть возможность Это сделать Конечно, я не буду лениться Конечно, я создам эти игрушки Конечно, они для моих детей будут ценными И может быть, это и будет та часть моего рукоделия Которая пройдет через года Возможно, эти игрушки потом попадут в семьи моих детей И будут там украшать елку Ну и я надеюсь на это и так далее Но надо произвести эти игрушки в свет Я уверена, что Вот это Может реально на какой-нибудь помойке закончиться А вот игрушки, скорее всего, кто-то сохранит Кто-то в коробочку положит Кому-то они точно понравятся Так вот я думаю себе Так Обязательно буду заниматься фетром Обязательно буду делать альбомы Ну, конечно, я не скажу, что я буду заниматься скрабукингом Это скорее такой просто Ну, хотя, да, скрабукинг Наверняка для этого есть какой-нибудь стиль Это, я не знаю Колхоз Винтаж Что-нибудь такое Вот Ну, пожалуй, наверное, все Все мои планы Получить удовольствие Попробовать новые техники Сделать еще в Селикрис Я думаю, что сделаю комплект Из четырех красивых игрушек Я выбрала их Они такие в форме шариков Но я покажу отдельно Вот Ну, все, наверное Значит, что еще важного Хочу вам пожелать Чтобы Ваша жизнь была настолько благополучной Счастливой Полной Чтобы вы могли спокойно выделять время на хобби Без чувства вины Без Побега от каких-то страшных событий в реальности Пусть ваше рукоделие Будет из зоны комфорта И силы вашей жизни Также хочу вас пригласить для участия в втором сезоне СП В сезоне приходите, пожалуйста Также, если вы еще пока не подписаны на мой канал И у вас не стоит колокольчик Исправьте это Это, говорят Меняют жизнь к волшебству И обязательно приходите на огромный эфир Посвященный нашему годовому отчету в СП Где будут розыгрыши фризов Огромные розыгрыши призов И раздача эльфов Новогодних помощников Которые будут с вами вышивать весь год Все, друзья Я вас всех обнимаю Целую Пожалуйста Пишите комментарии Пока Субтитры сделал DimaTorzok